всем привет блендер 2 91 в этом ролике хотелось бы рассмотреть как сделать упряжку собак именно с мультфильма балта но так как там много персонажей я возьму вот именно пока 2 это вот алу и сам балта алу это дочь балта вот на их примере давайте рассмотрим какие нюансы вылазит вроде бы ну что там до поставил все берут но нет не тут то вопрос был смотрим что нужно сначала сделать сначала нужно скачать или вылепить повторюсь персонажи которые будут участвовать в сцене затем вставить им кости и следом сделать анимацию получается у нас вот такая анимация у алу следом что нужно сделать удалить камеру это вот в этой сцене удаляем дырит камеру и сохраняем файл именно fbx экспорт так вот здесь я все поставлю переключусь в обжиг мод английская а выделю вот это все дело и файл экспорт фбx сохраняем все это или в папку или на рабочий стол желательно в папку где будет вся ваша сцена называем как-нибудь сохраняем теперь у нас есть еще персонаж балта он тоже с анимацией и вот в эту сцену где находится наш балта будем все закидывать значит выбираем файл импортируем сюда fbx файл нашей алу и смотрим что произойдет вы видите куда она установилась да если сейчас мы включим видимость костей и попробуем все это дело так вот лифт не удалился так вытянуть в бок получается вот такая штукенция переключаемся на первый кадр и алу становится назад на ту же точку где и находится балта где была прописана ее анимация если мы в прошлой сцене могли ее куда-то передвинуть и она оставалась на том месте куда мы двигаем то здесь уже мы ее импортируем фбx файлом и нужно будет чуть-чуть доработать каким образом мы ее сразу выставляем тройка на нампаде это где она должна стоять сразу и опускаем если нужно выровнять по полу и перепрописываем первый кадр это значит вместе с телом и локрот все это дело прописали теперь нам нужно прописать одиннадцатый кадр запоминаем где находится алу вот где у нее лапы давайте вот так вот поставим и посмотрим раз два на втором квадрате от центра да значит так алу опять уходит на свое место мы ее опять вытягиваем именно сбоку чтоб она находилась тройка на нампаде и теперь вот в том положении которым она есть мы ее просто подставляем где она должна быть вот так пишем и локрот удаляем дополнительные кадры для смягчения перехода анимации и вот у нас получается все алу находится на своем месте все все бегут готовы к дальнейшему именно дальнейшей работе следом что нужно сделать можно оставить вот эту зацикленную анимацию на 11 кадров и потом все это дело постараться пустить по пути я потом попробую показать но там проблемы тоже есть с этим делом предлагаю вот такой вариант копируем сначала вот сначала мы заходим выбираем кости вот теперь только кости алу нам нужны и заходим посмот нам понадобится допустим 100 кадров можно взять 70 ну возьмем ну где-то давайте 80 85 вот прописываем 85 кадров enter и теперь нужно удлинить нашу анимацию вот эту выделяем все кости выделяем а чтобы вы выделены были все кости персонажа и пишем шифт д копируем вот это все делая шифт д еще раз копируем и смотрим что произошло теперь у нас получается балта бежит останавливается а алу продолжает свое движение в нее удлинилась анимация то же самое делаем и балта опять же выходим заходим выбираем его косточки заходим в пост мод английская а выбираем все его кости именно все и выбираем все кадры шифт д все это дело опять же копируем здесь у нас получается ctrl z 12 кадров оставляем 10 и 2 кадра это повторюсь переходные для смягчения анимации к первому кадру это на зацикленной если теперь делаем шифт д здесь чуть-чуть получается длиннее но не беда здесь можно и укоротить и переход будет все равно нормальный вот вы видите что теперь они бегут оба долгое время таким же образом добавляем и других персонажей допустим здесь должен быть бульдог там еще какой-нибудь дворняжка и всех персонажей вот сюда вот устанавливаем и компонуем из них вот эту связку ну я буду делать все это дело пока с Аллой Аллу мы ее выбираем полностью и нужно сразу им сделать что добавим упряж 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 у меня конечно примитивная чисто для понимания ну давайте посмотрим как она выглядит так это у нас значит вот она вязка поставим ей какой-нибудь материал выберем ее выберем ее добавим материал ну пусть будет черный теперь ее нужно привязать к одному персонажу и ко второму если сейчас мы будем допустим вот выровняем ее по геометрии чтобы лучше крутить подставляем вот к нашему персонажу где-то она не доходит потому что делалось вот на эту на другого персонажа заходим в скульп мод выбираем вот тянучку вот эту и можно вот это все дело здесь подкорректировать по телу где-то что-то подправить где-то что-то вытянуть где-то что-то пролепить ну вот получается вот такая у него упаковка и смотрим что произойдет если сейчас мы попробуем привязать вот эту штуку к какой-нибудь кости по смот ну давайте вот к этой косточке привяжем Ctrl P бом смотрим вот все у нас привязалось теперь на персонажа будет типа упряж висеть нужно еще такую одну штуку прилепить калу это значит единица на нампаде сделаем ей вот этой штукенцией шриф д да конечно нужно ее сделать красиво, качественно не как я вот это все дело тут на скорую руку нарисовал, налепил, сгладил так смотрим как да что чтобы вот эта упряжь не вылазила именно ну вот с под руки так скульп мод выбираем и чуть-чуть ее можно где-то подкорректировать вот подтянуть подставить ну чтобы она красиво выглядела здесь так вот F побольше и вот эту часть можно уменьшить потому что грудь у поменьше значит так как-то и ремни подравниваем вот здесь вот тоже можно немножко приталить как-то ну вот пока вот в таком духе скульп мод выбираем опять видимость костей алу можно поставить видимость инфронт виапорт дисплей выбираем опять же этот аксессуар вот вот надо его на первый кадр перевести и G вот так вот установить так R чуть-чуть где-то перекрутить и здесь будем его привязывать уже с первого кадра выбираем так пост мод и выбираем какую-нибудь косточку ctrl P вон смотрим все нормально ничего не трепется вроде все работает теперь семерка на нампаде и выбираем полностью вот эту алу с телом и с костями делаем shift D щелчок и перетаскиваем ее ну вот там где она будет следующий ну в упряжи стоять можно чуть назад так пустить можно чуть-чуть вперед ну типа чтоб вид был сбоку видно было друг друга не закрывали они так есть такое дело возвращаемся на первый кадр и вы видите что алу опять вернулась на персонажа с которым мы ее дублировали не беда мы ее подставляем так вот опять перескочил вот на первый кадр мы ее подставляем и делаем и английское локрот и на последнем кадре нужно ее тоже переписать так и локрот смотрим что произошло а произошло вот какая беда у нас то анимация удлиненная стала без покадровок ну в смысле покадровки удлинены и теперь нужно будет весь этот путь вот так вот устанавливать это вот тоже есть такое неудобство лучше сделать на зацикленной анимации а потом каждому персонажу добавлять вот эту покадровку да тоже долго но в принципе если сейчас мы вот этим двоим персонажем все выставим то следующему уже выставлять ну в принципе возможно и не придется но не суть вопроса не вариант вот их надо просто попереписать вот эти кадры возможно есть какой-то способ другой но я пока такого не знаю чтобы присвоить вот этим персонажем полностью покадровку без вот этих всех изменений о не кто не не у нас после корректировки бегут все персонажи все анимации у них продлина они установлены смотрим что еще можно сделать в упряжи их больше персонажей значит мы дублируем вот этих персонажей делаем shift d щелчок и перетаскиваем их вот сюда назад получается что-то в таком духе опять же нужно начинать с первого кадра с первого кадра и все это дело опять же подгоняем дублируем перепрописываем и последний кадр и вот эти кадры тоже нужно полностью подгадывать и перепрописывать вот такое есть неудобство добавление именно вот этой модели fbx так ну смотрим дальше теперь нам самое сложное что нужно добавить не только сани сани можно самому сделать это пару часов времени возможно у кого-то минут вот самое проблемное это вот это вот вязка если в нее вставлять кости полностью и как-то делать анимацию крепить где-то control пи бон делать качественно конечно здесь вот просто воткнутые типа веревки вот эту штуку нужно тоже за анимировать у нас есть анимация вот на месте на месте все это дело красиво хорошо конечно бежит но вопрос у каждого персонажа вот она допустим и вы можете привязать именно персонажа вот эти кости это вот тоже такой вот вариант не очень лучший но если мы выберем допустим собак вот этих и на кость поставим control пи обжиг тут тут получается вот такая вообще гемор control пи собаки у меня уже потому что привязаны так что тут происходит уме если удалять косточку то заходим выйдет но и попробуем ее делить бомб так что еще тут получается обжиг но вот тогда у нас перекручивается вот это вот штукенция потому что косточка была привязана к ней так вот такие есть неудобства казусы вот такие вот как это все дело заставить двигаться теперь если мы выберем ну допустим вот эту кость у нас двигается только сани чтобы заанимировать все это дело нужно выбрать их все полностью и вот тогда вы сможете их передвигать но тут к чему-то она привязана так что тут получается блин aros вспомиция и в к в а давайте добавим арматура single bone делаем и с смотрим где она тут появилась делаем подставляем ее к нашему персонажу опять опускаем и попробуем все это дело перри провязали ну словом привязать так выбираем сначала вот эту косточку и к этой косточке control пи пусть будет бом свалило все это куда-то вяжем тип трансформ выбираем наших вот этих персонажей и посмотрим что произойдет вяжем к этой косточке control пи тип трансформ вот они остаются на месте теперь если мы кость вот эту будем двигать вы видите что вот это все дело за ней движется control z так смотрим следующий вариант что можно сделать да итак все у нас когда установлено создан какой-никакой задний фон пейзаж допустим можно добавить hdri карту и сделать за диод типа небо можно просто добавить имидж текстур в план и будет сзади текстура небо я уже об этом показывал что еще можно сделать также можно настроить привязать камеру именно вот к этой полоски к любой кости control пи бон или опыт назначите если будет теперь вот анимация то камера будет следить за вот этими персонажами вот таким вот образом самый лучший вариант сделать именно движение вперед этом побольше покадровок выбираем вот эту главную кость вот эту кость и просто передвигаем на наше количество кадров и и вперед это вот как первый вариант если у вас анимация более сложная тут много деталей ну что можно сделать это ну выбрать допустим весь ландшафт тут этот и прописать его движение допустим на первом кадре и лок рот и на сотый кадр с помощью транспоза перетащить допустим ну такого и и лок рот но это если у вас моща есть и вот как сказать не слишком много здесь вот всяких деталей потому что целый город допустим с какими-то там бочками там заборами перетаскивать это будет конечно проблематично ну и следующий вариант вот допустим вот у вас движется земля да и собаки бегут можно или собак вперед передвигать или землю ну тут уже нужно корректировать смотреть количество чтобы анимация нормальная была не было пропускных где-то проскальзывание модели так что еще можно сделать упустить все это дело по пути давайте рассмотрим этот вариант и так вот есть анимация кости у меня я сейчас удалю и будет теперь анимации опять на месте так камеру пока можно лифт добавляем нашему вот этому к нашей анимации с q и добавляем путь о переходим теперь обжиг мод в edit мод семерка на нам поди и вот нужно этот путь g перекрутить выбрать какую-нибудь вершину возможно две и чтоб ровно все это дело было если по прямой бежит персонаж то вот допустим вот до сюда мы его вытягиваем тройка на нампаде английская а выделяем и нужно поднять выше вот по нашим персонажем чтобы шла на теперь двинем ее наверно чуть-чуть вперед обжиг мод и настраиваем на движение по пути теперь все вот эти вот персонажи допустим вот болта выбираем находим так констрейны и добавляем follow патч выбираем naps патч и наш персонаж свалил причем один так что следовать по пути анимация пути и вот с каждой вот этой деталью прикиньте с каждой вот этой деталью нужно проделать вот этот вот follow патч и не всегда прокатывает это дело вот начинаются капризы вот эти так по z по z и вот и гадай что с ними тут будет происходить скелет тут сам болта сам болта вообще в другом месте вот здесь шмотка его находится так даже если следовать по пути попробуем настроить возможно все из-за настройки вот этого вот анимации находим патч патч анимация и ставим фрейм 100 кадров все патч анимация настроена и вот такие вот идут казусы ну давайте посмотрим возможно не будет вот настроить одну кость вот эту ctrl z ctrl z все это дело отключим вернем нашего персонажа назад так так и посмотрим выберем эту кость и попробуем одну косточку настроить на фоллоу патч так смотрим как тут все получилось так и как это все дело будет бежать понятно никак так ну добавляем теперь все вот это тоже фоллоу патч так опять же сани установились не туда куда надо y z и и и словом вот такой вот гемор фиксация позиции вот такая вот штука это потому что слишком много как анимации потому что анимация продленная удлиненная follow патч опять же пробуем возможно так ctrl z ctrl z нужно ставить только кости попробуем кости и тут попробуем тоже косточки так а вот эта штука установлена и она не хочет переходить на другой на другое место д л и и д и так а вот с этой кости я не знаю что сделать почему она так установилась и вы видите что смотрит тут эта вся штука они-то бегут но бегут не так как надо и не там где надо потому что их ведет вот эта кость центральная которая не хочет никак подключаться к этим персонажам так если мы сейчас зайдем в edit mode и вот эту косточку попробуем делить бон смотрим что сейчас с этим делом про будет происходить так вот эту деталь тоже можно удалить и тут все привязано мама не горой и бегут они в обратную сторону но бегут бегут выше все из-за я думаю из-за большого количества вот это вот анимации если было зациклено у меня вот это все дело работало так но я файлы удалил нечаянно и пришлось вот это все дело переделывать так что еще можно сделать попробуем в настройках так нелинейная анимация вот представьте сколько здесь нужно вот этого всего переустанавливать английская заходим повторять допустим только тут 10 раз много частей вот это всяких деталей вот получается такой гемор так что самый оптимальный вариант если что-то записывать но чтоб попроще было это дело то это уже привязывать какой нибудь кости делать привязку и все это дело чтобы держала вот таким вот образом но более менее попроще вот это будет можно собирать все части вместе и просто протянуть на какое-то расстояние если вам нужно будет где-то поворот сделать но тут тоже чуть-чуть переписывать анимацию или возможно просто делайте как-то поплавней большой такой большой заворот и тогда не будет видно что собаки где-то там чуть-чуть кривовато бегут допустим вот такая штука ну вот такой процессу и те кто говорят зачем все это делается ну вот снял и столкнулся вот с такими вопросами которые у других допустим анимациях где один персонаж там несколько деталей опять же на нем детали принадлежащие одному персонажу вот таких вот вопросов не вылазило а с упряжкой тут уже вопросы в чем как это все дело по пути пустить вот всю вот эту шоблу это вот у нас еще собаки дублированные а если у нас будет с разной анимацией они же по-разному бегут персонажи у каждого своя харизма каждый выглядит по-своему опять же на санях тут возможно персонаж будет какой-то стоять который должен тоже иметь свою анимацию где-то поворачивать санями ну и опять же вот это упряжь вопрос как ее тут лучше прикрепить если вот здесь все крепить костями ну это будет вообще жесть я не знаю как это все дело пойдет но можно конечно поэкспериментировать так же на вот этих собак и на вот эти сани можно добавить значит физику динамик пейнт и на вот этот вот снег добавить динамик пейнт камбас холст и чтобы все это дело когда они будут бежать оставляли следы ну я попробовал да все следы остаются ну напряг на ноут очень сильный решил это дело пока оставить более-менее когда будет помощнее техника ну для простейшего мультфильма вот такие варианты если кто-то знает как решить этот вопрос пустить по пути множество вот этих персонажей если где-то есть конечно такая информация я не нашел буду благодарен все всем пока до свидания